Ковидный госпиталь открылся в 4-й больнице в мае прошлого года и в обычный режим пока не возвращался. Все сотрудники медицинского учреждения, так же как и их коллеги по всему миру, стали бойцами в борьбе с инфекцией. Они на передовой ежедневно, ведь эпидситуация остается напряженной. Больных тяжелых очень много. Коек свободных лично в нашем стационаре по минимуму. У больных очень-очень много, обстановка накаляется. Как в стране, вы уже обратили внимание, наверное, на статистику, очень тяжело. В красной зоне между медиками и опаснейшей инфекцией очень тонкий барьер средства индивидуальной защиты. Без них на дежурство нельзя. Обязательно все маски, перчатки, защитные очки и костюм. Начинаем с экипировки ног. Первая пара бахил. Бахилы одноразовые, далее идут перчатки. Далее мы надеваем на лицо маску. Маски одноразовые. За маской следует респиратор. Респираторы тоже все одноразовые. Обязательно, учитывая агрессивность вируса, должна быть двойная защита. Далее мы надеваем шапочку. Следом идет костюм. Костюмы тоже все одноразовые. Они идут по размерам. Далее после костюма мы надеваем маску. Бахилы обязательно. Вторые бахилы на костюм. И, соответственно, вторая пара перчаток. Процесс сбора долгий. Важно прикрыть все части тела, через которые вирус может попасть в организм. В особенной защите нуждаются слизистые и руки. Перчаток надевают две пары, а также две маски и защитные очки. В защитной экипировке все медики становятся похожими друг на друга, как бойцы в армии. Чтобы пациенты могли их узнавать, еще одна обязательная деталь – подпись на костюме. По сути, больные даже не представляют, как выглядят их спасители без масок и защитных костюмов. Но это не мешает им испытывать и выражать свою благодарность. Когда мы приходим на обходы, все рады. У всех в глазах есть нотка надежды. Но все в основном позитивно настроены. Как мы, так и нам. Внимание медиков, уход и лекарства пациенты обеспечены всем. Однако лучше все же не проверять это на себе. Лучший способ уберечь свое здоровье – иммунизация. Врачи в ее необходимости уверены. Сами за себя говорят цифры. Здесь 90% тех, кто лежит в данном ковидном госпитале – это невакцинированные люди. Поэтому здесь и реанимация загружена под 100% тех, кто не вакцинирован. Поэтому эффект от вакцины, я думаю, все же есть. Поэтому надо всем вакцинироваться. Соблюдение масочно-перчаточного режима, самоизоляция в нерабочие дни и, самое главное, вакцинация – вот что поможет медикам как можно скорее победить пандемию и снять с дверей табличку «красная зона». Валерия Новикова, Евгений Фролкин. Народные новости.